Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. За последние двое суток, а сегодня 22 июня, украинским военным удалось поразить сразу два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С-1» в Белгородской области. Пришли и фото подтверждения того, что вчерашний удар по Ейску был очень успешным. Ну что ж, давайте теперь по порядку. Для начала, конечно, новость недели. Сразу два ЗРПК «Панцирь-С-1» уничтожены под Белгородом. Один из них тот, который стоял на окружной. И соответствующее фото уничтоженного «Панциря» сейчас у вас перед глазами. Это одна из фотографий, а вот другая фотография, а вот и видеозапись, которая подтверждает, что этот прилет действительно был успешный. Та женщина, которая вела вот эту съемку, сказала, что, мол, там было их российское ПВО, и кто ж теперь, интересно, их будет защищать. Это наше ПВО. А как теперь, Бритя Реша? Они же не будут теперь ловить. Ракеты. Но, как мы понимаем, защищать-то этот «Панцирь» не будет отнюдь ни мирных граждан. На мирных граждан российским военным просто наплевать. Защищать он теперь не сможет именно российский, военных. То есть их активы, их технику и, кстати, другие ПВО типа С-300, С-400, которые сами себя защитить не могут от целого ряда ракет. Поражен этот комплекс, как можно понять. И, как сообщают разные источники, с помощью ЖМЛРС «Хаймерса». Это кассетные боеприпасы. То есть речь идет, очевидно, о боеголовках, которые содержат 180 тысяч вольфрамовых шариков. Именно такими боеголовками обычно бьют всевозможную военную технику и на оккупированных украинских территориях. В том числе ударили и теперь, но только вот прилетает теперь, как известно, не только по оккупированным территориям, но и по международно признанной российской территории. Это просто еще один эпизод из многочисленных, который показывает, насколько же все-таки важно было принять решение о том, чтобы разрешить украинским воинам бить американским оружием по территории Белгородчины. Это показывает, насколько же серьезно, буквально драматически изменилась ситуация для российской группировки, которая наступает на Харьковском направлении. Естественно, сейчас российская пропаганда будет говорить о том, что пострадали мирные. Но нужно понимать, что на самом деле то, что российские вояки разместили свой панцирь посреди буквально населенного пункта и причем в густо населенном районе, это ответственность российских военных. Нужно было размещать панцирь в другом месте. Но то, что российские террористы разместили его так, как они его разместили, это на самом деле свидетельство того, что российские террористы ничем не отличаются от всех остальных мировых террористов, таких как те же Хамас, которые размещают свои ракетные установки прямо на крышах жилых домов для того, чтобы в случае, если по ним прилетело, всегда можно было бы обвинить другую сторону в том, что она специально бьет по мирным. Вот и в данном случае все то же самое. То же самое, кстати, происходило недавно с объектом оккупантов под Луганском, я имею ввиду вот эту вот масштабную базу, которую россияне использовали аж с 2015 года. Разместили эту базу, опять же, посреди жилых районов, прилетело, естественно, пострадали, как можно понять, в том числе и мирные жители. Но что ж поделаешь, ну военные объекты уничтожать надо было бы, тем более, что там было большое скопление российских вояк, прилетело как раз в тот момент, когда они собрались там. Спасибо, очевидно, то ли агентуре, то ли, видимо, СБУ, которая сумела перехватить аудиоразговоры, из которых и стало ясно, когда российские военные прибудут на эту базу. Но это дела минувших дней, произошло это несколько недель назад, это просто пример того, как российские военные используют городское пространство, чтобы, с одной стороны, замаскировать свои активы, а с другой стороны, для того, чтобы в случае чего иметь возможность морального прикрытия. Но, конечно, никто всерьез не будет относиться к заявлениям российских пропагандистов. Кстати говоря, один из этих пропагандистов, это сам губернатор Гладков, губернатор Белгородской области, который постоянно врет по поводу последствий. Вот и на этот раз он солгал, говорит, трава загорелась в районе села Дубово. Она действительно там сгорела, но вот только он не рассказал, а почему она там сгорела. Оказалось, что это последствия прилет как раз-таки вот этой кассетной боевой части. То есть, иными словами, сказать-то он про траву сказал, только забыл сказать, что вместе с травой сгорело, а сгорел вот этот самый панцирь С-1. Кстати, вместе с экипажем говорят, что он погиб. Погиб экипаж и другого панциря. Правда, про тот панцирь как-то не слышно. То есть, я имею в виду, нету видео и фото подтверждений, но Николаевский Ванек, телеграм-канал, который изначально и рассказал вот об этой вот информации по поводу двух именно пораженных панцирях, говорит, что тот панцирь защищал группировку россиян под Липцами. В связи с этим не очень понятно, все-таки где именно он находился, точно ли он находился на Белгородчине или, может быть, уже все-таки в Харьковской области. Но, вне зависимости от этого, я думаю, можно было бы поверить в это, потому что панцирь на самом деле украинцы щелкают как орехи в последнее время, в том числе с помощью своих ДжМЛРС. Нужно понимать, что панцирь оказался совершенно беззащитен против ДжМЛРС Хаммерса. Это система, которая, по идее, должна была бы перехватывать вот такие ракеты, летящие со скоростью примерно 800 метров в секунду, поскольку потенциал, ну, по документам, во всяком случае, у панциря это перехват целей, которые летят на скорости 1 километр в секунду. Но, как мы понимаем, ни ракеты ТЭКМС, ни ракеты ДжМЛРС с дальностью до 80 километров он не может перехватывать раз за разом. Эти ракеты показывают, что они способны перегружать панцирь. То есть, даже если он какие-то поражает, у него очень быстро заканчиваются ракеты. Это, кстати говоря, одна из проблем панциря, то есть, стало уже в ходе боевых действий ясно. У него очень быстро истощается боеприпас. Ну, и вот он результат. Еще минус две очень важные системы, которые, таким образом, не просто являются потерей чисто вот для тех группировок, которые они должны были бы защищать. Это еще и проблемы с точки зрения прореживания вот той самой шалонированной российской ПВО. То есть, ТЭКМС выполняет задачу по уничтожению С-300 и С-400. ДжМЛРС уничтожает, соответственно, вот эти вот более мелкие системы, которые работают на близких расстояниях. Напомню, дистанция панциря до 20 километров. Должен защищать как раз вот эти С-300 и С-400, как вы уже знаете, как я уже неоднократно это говорил. Нету панциря. С-300 и С-400 становятся еще менее защищенными. Они, соответственно, становятся следующей приоритетной целью для тех же ДжМЛРС или ТЭКМС, если речь идет об оккупированных украинских территориях. Потому что, к сожалению, пока что американцы так и не разрешили бить ракетами и атаками по международной признанной российской территории. Но об этом сейчас идут разговоры. Я думаю, что, вероятно, в ближайшие несколько недель мы уже увидим какие-то подвижки в этой области. Это остро назревший вопрос. В предыдущем ролике я в очередной раз поднимал эту тему. Дело в том, что нету спаса от российских бомб. Вот сегодня еще одна трагедия. Бомбы, а точнее даже, как я могу понять, две бомбы, которые сбросили российские бомбардировщики Су-34, угодили в пятиэтажку в Харькове. Это попало даже на видео. То есть видно, как прилетает одна из вот таких вот бомб. Как минимум два человека погибли. Что стало с домом, вы можете видеть. Сейчас на ваших экранах соответствующие последствия. Украинский военный эксперт Александр Коваленко заявляет со ссылкой на Z-блогеров, что сами российские оккупанты говорят, что целью этого их удара по Харькову был госпиталь главного управления МВД Украины. Далее цитирую и не могу не согласиться с этим высказыванием. Это прямое нарушение Женевской конвенции, согласно которой госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений. Далее спустя несколько абзацев и еще цитата. Украина никогда не наносила ударов по больницам и госпиталям, где находились раненые российские оккупанты. Российские же оккупанты регулярно наносят такие удары по линии боестолкновения, а также целенаправленно охотятся за эвакуационными группами. Теперь же удар был нанесен по условно-тыловому городу. Кажется, россияне очень хотят, чтобы мы стали воевать не по правилам. Ну и как вы понимаете, сегодняшний очередной эпизод российского военного преступления в Харькове является еще одним подтверждением того, в пользу чего я высказываю все последние дни и недели, что американский президент Джо Байден срочно должен дать разрешение на удары ракетами ЭТЭКМС по российской территории, а именно по российским аэродромам, откуда, собственно, и взлетают вот те самые бомбардировщики Су-34, которые потом атакуют и Харьков, и Харьковская область, и другие украинские приграничные области. Это единственный на данный момент способ реальный, гарантированный, и, кстати, безрисковой борьбы с российской авиацией, потому что системами Патриот украинцы жертвовать сейчас не будут, их мало, и эти системы нужны для прикрытия как раз аэродромов, куда прибудут F-16. Самих F-16 пока что нету, когда появится неизвестно, и опять же неизвестно, насколько они будут эффективны против российской авиации. ЭТЭКМС эффективны, это 100%, их успешность уже подтверждена ударами по аэродромам России в Крыму, посмотрим, будут ли приняты решения, но я думаю, что каждый вот такой эпизод, как сегодняшний, очередной вот этот террористический удар по многоэтажке с гибелью и ранением десятков людей, приближает нас вот к этому решению Байдена по поводу ЭТЭКМС. Здесь нужно обратить внимание, что на самом деле Владимир Путин уже сделал множество таких шагов, которые как раз и приводили к тому, что каждый раз Украина получала все больше и больше вооружений, и в частности именно нападение российских войск на Харьковскую область устранило красную линию, которую Запад, Америка в первую очередь, держали на протяжении двух с половиной лет с начала российского вторжения. Я имею ввиду разрешение бить западным оружием по российской территории. Тем не менее, Байден пока держит под запретом удары ЭТЭКМСами по России, но вот сейчас вот после нескольких таких террористических ударов, как сегодняшний, я думаю, что и этот блок будет снят. Владимир Путин, как всегда, добьется своего. Ну и, конечно, здесь хочу просто еще добавить, что вы должны сравнить это с успехом попадания украинских снарядов по соответствующим дальним тылам оккупантов. Вот тут российская бомба поражает Харьковскую многоэтажку в очередной раз. А вот, друзья мои, то, о чем я вам с самого начала говорил, это спутниковые фотографии до и после того, что стало со складом в Ейске, на аэродроме в Ейске, где Россия держит свою авиацию, там вроде как у нее и учебный центр ПВО. И вот сейчас качественные спутниковые фото, которые показывают, что то место, где находился большой ангар, сейчас полностью разрушено. Ангар в хлам. Что там было, точно неизвестно, но накануне Генштаб ВСУ говорил, что, среди прочего, были поражены и шахет-активы. Вероятно, речь идет о складе вот с этими самыми дронами типа шахет. Вот и сопоставьте. Вот как работают украинцы по панцирям и военным складам. Вот как работают россияне, раз за разом поражая харьковские многоэтажки. Моральное лицо каждой из воюющих сторон. Плюс здесь нужно, конечно, обратить внимание и на то, о чем все-таки били вчера по Ейску. Есть предположение, что в данном-то случае, вот именно в случае с поражением учебного центра, работали-то уже не дроны, хотя да, вчера был масштабный дрон его налет. В данном случае, как сообщают источники, похоже, отработали в очередной раз ракеты «Непту». И это, кстати, к вопросу о том, а что будет с российскими кораблями в Азовском море. Вот вчера российские корабли запустили, впервые, кстати, за долгое время, четыре ракеты «Калибр» из Азовского моря, раньше с Черного, потому что Азовское море им кажется менее опасным. Но на самом деле, я думаю, что скоро мы увидим, как ракеты «Нептун» уничтожают российские корабли уже на Азовщине. И мы этого с нетерпением ждем, друзья. Спасибо, друзья, за то, что вы остаетесь с нами. Я напоминаю, что нашему каналу очень нужна ваша поддержка. Мы существуем в значительной степени благодаря именно вашей помощи. Поэтому вы можете нам помочь, если вам нравится то, что мы делаем, через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeKoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Низкий поклон всем, кто помогает, друзья. Ваша помощь неоценима, потому что благодаря этой поддержке мы делаем эти материалы, повышаем их качество и увеличиваем количество. До скорого!